Сезон тихой охоты начался, а это значит самое время запастись удобной обувью, корзинкой, ножом и отправиться в лес. Чтобы лесные дары не стали причиной тяжелого отравления, важно придерживаться некоторых правил. В первую очередь стоит ответственно подойти к выбору места сбора грибов. Грибы вообще, это их такое свойство, что они накапливают и тяжелые металлы. Вообще, в общем-то, они как бы в себе аккумулируют и часто и радиацию. Не стоит собирать грибы в черте города, вблизи автострад, потому что они накапливают вот эти вот выхлопы, свинец, все это, что попадает в полютанты, которые от крупнохимических предприятий попадают. То есть, естественно, если где-то крупное химическое предприятие, недалеко от него не стоит собирать грибы. К сожалению, у большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. Ложные лисички, подберезовики, опяты и подосиновики – список огромен. Чтобы не оказаться на больничной койке, будьте внимательны и тщательно следите за содержимым своей корзинки. Ядовитые грибы от нормального можно отличить в том числе по запаху. То есть, ни в коем случае не берите грибы, которые имеют неприятный запах, лекарственный запах, химический. Надо, прежде чем брать гриб, точно убедиться, что он – это не его ядовитый двойник. Именно по всяким таким нюансам, как есть ли там кольцо, есть ли это луковка внизу. У разных грибов это проявляется по-разному, и это все надо хорошо знать. За консультацией в каких-то непонятных случаях, а также в случае, если вы находитесь какой-то редкий и интересный гриб, можно обязательно его сфотографировать в природе и обратиться в Институт экспериментальной ботаники, в лабораторию микологии. За консультацией. Помните, угрозы для организма несут не только ядовитые грибы, но и просроченные или неправильно приготовленные. Если отравление все же не удалось избежать, оказание мгновенной скорой помощи может спасти ваше здоровье, а иногда и жизнь. Симптомы отравления грибами, они очень разнообразны, но самое основное – это боль в животе, это резкая головная боль, это тошнота, это рвота, это человек чувствует себя очень плохо. Слабость развивается ярко выраженная, причем эти симптомы могут возникнуть как через полтора-два часа после употребления грибов, так и через, вплоть до суток после употребления грибов. Пока едет скорая, есть смысл промыть желудок, это попить, выпить достаточно много воды, вызвать искусственную рвоту, вот, и выпить ацербенты. Это начиная от активированного угля, что будет под рукой, активированный уголь, энтерожермина, любой ацербент, который должен быть, в принципе, в каждой аптечке, особенно в этом. Если тихая охота удалась, кладезь витаминов для вашего организма обеспечена. Грибы – это продукт, который способен не просто разнообразить рацион, но и наполнить его уникальными питательными веществами. Старайтесь употреблять грибы не чаще двух раз в неделю, желательно после тепловой обработки. В сырых продуктах могут содержаться ядовитые вещества, которые разрушаются только при нагревании. Такие простые советы помогут вам избежать роковой ошибки. Берегите себя и свое здоровье. Вера Позняк, Евгений Трасько. Новое утро.